Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с вами в том, что вы написали, и попробуем ответить на все ваши вопросы. За мной ухаживал парень, он был в меня влюблен, мой очарован, нашел на руках, добивался. Ну, иными словами, вы описываете сейчас чувство страсти, то есть у него, у молодого человека, к вам была страсть, по большому счету. И эта страсть, она была довольно долгой, ну, вот, по отношению к вам она была довольно долгой. И вы эту страсть, получается, приняли за что? За любовь. Ну, по крайней мере, вот, по крайней мере. Ну, вот, ну, вот, как вы описываете эту ситуацию, как вы, как вы, вот, ну, ее нам преподносите. Понимаете, да, в чем дело? Дальше. Я полюбил его за отношение к себе, за то, как он трепетно ко мне относился, запоминал каждую мелочь, восхищался мной. Ну, вот, смотрите, опять же. Здесь момент какой? Такой, что вы просто-напросто человека полюбили, потому что он вам восхищался. Не потому, что вы его приняли таким, какой он есть. Не потому, что он вам изначально, там, как-то, вот, понравился, вот, не потому, что он подошел вам, не потому, что он интересен был вам изначально, вот. А именно потому, что у него к вам было хорошее отношение. То есть вам это отношение было нужно. Вам это отношение было необходимо. И, и именно это заставило вас, человека, любить. Вы полюбили не его отношение к себе. Почему? Интересный вопрос. Возможно, потому что вам этого не хватает самой. То есть вам самой не хватает того, чтобы, ну, чтобы человек как-то вот... Ну, чтобы люди проявляли к вам больше уважения, больше значимости какой-то. Да? Чтобы вы чувствовали себя более значимой, например. И так далее. Понимаете, в чем дело? Вот и выходит так, что отношение, ну, вот, ваше отношение к человеку, оно завязано было исключительно только на его отношение к вам. Чувств к нему у вас изначально не было. Ну, по крайней мере, как вы об этом пишете. Изначально вы человека, ну, воспринимали все-таки как, просто как, просто как, ну, как еще одного парня, который вам там, ну, что-то может дать. И это говорит о том, что вам самой не хватает, ну, например, любви, например, там, значимости. Может быть, так вы купируете свою самооценку заниженную, которая у вас имеется. Понимаете? То есть, грубо говоря, нельзя для, как бы, для здоровых отношений нельзя, нельзя влюбляться именно в отношения человека. Потому что это, в некоторой степени, именно потребительское отношение. И я полагаю, что если мы ситуацию воспринимаем, ну, именно так, да, вот, то, соответственно, вы понимаете, почему так вот получилось? То есть, почему, как бы, в итоге все сошло на нет. Потому что мужчина, вероятнее всего, чувствовал, чувствовал, что вы относитесь к нему именно так, потребительски. То есть, вы не говорите про свои чувства, да, вы не принимаете его. Вы понимаете то, что он вам дает, а ему, что ему вы даете, что вы даете этому человеку. Дальше. Значит так. Мы ссорились и расставались. Из-за чего? Он всегда возвращался за, мы мирились. Кто мы? Почему мы? Почему вы говорите мы ссорились и расставались? Нет никакого мы. Понимаете? Нет мы. Есть вы. Есть ваша ответственность. Есть ваша, ваша, ну, модель поведения. Вот. Есть именно ваша линия поведения. Есть именно ваш выбор. Есть именно ваши ценности, которые вы, ну, сами для себя реализуете. Есть ваша, в конце концов, ответственность. Понимаете? Вот. Ответственность ваша есть. За сорок, которые между вами происходят. И все. Не более того. Никаких мы нет. Поэтому, говоря мы, говоря мы, вы снимаете с себя ответственность. Вы снимаете с себя ответственность за то, что происходит. Ну, с вами. С вашей жизнью. С вашими отношениями. Вот. А это плохой пример. Потому что, сбрасывая с себя ответственность, как бы, как бы, избегая этой ответственности, вы, по большому счету, свои отношения только лишь, ну, превращаете в более зависимые, как бы. Потому что, вот, у вас получается так, что, лично вашей ответственности вообще ни за что нет. Вы любили человека, потому что он относился хорошо к вам. Ну, вот. Значит, и все. И все. Для чего, зачем, почему. Чем вы руководствовали? Не очень понятно. А если полюбили его за отношения, чего ссорились тогда? Что вам-то нужно было? Чего вы-то хотели? Сами. Вообще. Знаете, в чем дело? Вот. Вот момент какой-то. Понимаете? Именно в этом и заключается ваша проблема. Ваш, ну, ваш деструктивный, деструктивный триггер в отношениях. Вот. Дальше. Дальше. Значит. Вот вы поругались. Очень сильно. Очень сильно. И вчера он решил расстаться. Опять же, где вы в этой ситуации? Где ваша ответственность в этой ситуации? Он решил расстаться. Понятно. Он решил расстаться. Бывает. Вы сами. Как? Как? Это восприняло. Вы сами как считаете? Ну, вот. Чтобы. Из-за чего это произошло? Что вы могли сделать? И можете для того, чтобы эта ситуация не повторилась? Об этом нужно подумать. Это важно. Очень важно. Понимаете? В чем дело? Дальше. Забыл меня дома. Вещи. Я ему их передала. Он просил их передать другому человеку. Ну, правильно. Потому что, знаете, у него есть вам счет. Он не хочет с вами взаимодействовать, да? Он не хочет с вами как-то пересекаться. Вот. Он не хочет, ну, чувствует, что не готов с вами общаться, ну, как друг, несмотря на то, что предлагает. Вот. И поэтому хочет, чтобы вы, хотел, чтобы вы передали, ну, вещи другому, другому человеку. Вот. Это, ну, такое, знаете, вполне классическое поведение. Вот. Дальше. Значит. Так. Я ему сказал, что вышел на улицу и забрал сам вещи. Тоже момент. Зачем? Зачем вы это делали? Для чего? Какую цель вы преследовали здесь? Вы же это делали для себя, правильно? Вряд ли вы сделали это для него. Скорее всего вы сделали это для себя. Вот. Ну, и вопрос. К вам тогда. Чего хотели? Чего хотели? Чего хотели? Почему нельзя сказать, что вы хотели? Хотели сразу, как есть. Просто там были ценные вещи, но мало ли человек их потеряет, а спросит с меня. Ну, знаете, это оправданно. Вот. Это выглядит как оправданно. Никто сразу ничего бы не спросил, потому что, как бы это выбор. Это выбор человека был, чтобы вы передали вещи через другого. И как только вы эти вещи передаете другому, то ответственно за эти вещи с вас сразу снимаются. Вот. То, что вы сами не захотели, так говорит о том, что у вас есть и были и есть свои какие-то вот интересы. Вот. Вот. Но вы, опять же, не хотите их принимать. Вы, опять же, не позволяете этим интересам, эмоциям, желаниям проявиться. Он работает рядом со мной, попросил, чтобы я к нему поднялась в офис. То есть, вот здесь вообще непонятно, как вы договариваете. Отдавая ему вещи, он сказал сто одной причины, почему мы не можем быть вместе, хотя раньше ему было плевать на все. Ну, вот здесь вы говорите как бы о том, что о мужчине вы говорите. О нем. То есть, складывается ощущение, что отношения с вами строил только мужчина. То есть, вы не строили отношения с ним сами. Вы ничего не делали для отношений. Ну, кроме того, что ругались, что ли. И еще раз, я не обвиняю вас на самом деле. Нет. Я просто пытаюсь вам показать такую вот картинку того, как это выглядит со стороны того, что происходит, понимаете. там. Вот. Чтобы вы увидели, как это со стороны смотрится и выглядит. Дальше. Значит так. Так. Предложил быть друзьями. Ну, в принципе, хорошее предложение. Деликатное, взрослое. Говорит, ничего ведь не изменится, что так же будем общаться, но без отношений. То есть, если вы, как бы, общались до этого, и у вас, как бы, не было отношений, что изменится? Что должно измениться? Если вы общались раньше и у вас не было отношений, почему вы позволили этому случиться? Почему вы позволили этой ситуации произойти вообще? То есть, либо вас устраивало, либо нет. Что должно было измениться? Непонятно. Непонятно. Совершенно. Далее, значит. Так. Я начал спрашивать. У тебя нет чувств? Ты не хочешь быть со мной? Спросил несколько раз. Зачем? Алия. Зачем вы спрашивали об этом? Для чего? Понимаете, вы спрашиваете мужчину о его чувствах. А ваши чувства где? Где ваши желания? Где ваши эмоции? Где то, чего вы хотите? Где то, что вам нужно? Понимаете? Где ваша повис? Где вы? Вот в этой ситуации. Где вы? Где вообще вы? Понимаете? А вас нет. Ну, по крайней мере, я не вижу. Вот. Я не вижу вас. Я не вижу вашей активности. Я не вижу, как бы, вашей позиции. Я не вижу проявления ваших взглядов. Так сказать. Так сказать. Далее. Значит, он психанул и сказал, что нет. Ты же это хотел услышать. Ну, вы давили на него. Вы давили на него. И вы, смотрите, как получается. Вы здесь выступаете в роли, знаете, тирана. 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 То есть, вы его преследовали. Вы начали у него выпрашивать что-то. Выпрашивали. 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 Он вам дал то, что вы хотели услышать. Действительно хотели. Потому что, ну, невозможно вот в такой ситуации, как вы, ну, вот в какой вы оказались. Невозможно было дать вам, ну, другую обратную связь. Это было невозможно сделать. Потому что, ну, это было просто неуместно. Неуместно. Неуместно было бы вы, неуместно было бы вам дать другой обратную связь. Кстати. Вот. Просто-напросто неуместно. И вы, в итоге, сами хотели, чтобы человек вам сказал, что, ну, вот, у него нет чего-то. Чтобы снял, чтобы снял с себя, то есть, простите, снял с вас ответственность. Снял с вас ответственность за дальнейшие отношения. Ну, между вами, между вами. Конечно, между вами. Вот. Вот так вот. Вот так ситуация и складывается. Другое дело, что вы для чего это делали? Вы зачем так поступили? Знаете? Вот. Это уже куда более важный вопрос. Ну, на мой взгляд, конечно. На мой взгляд. Вот. Тут вот нужно выяснять, безусловно, что вы этим хотели, для чего вы это говорили и так далее. Потому что, ну, понятно, что за этим что-то стоит. Понятно. Понятно. Вот. Далее, значит. Я развернулась и ушла. И уже у двери он стал окрикивать меня. Я повернулся, и он спросил, надо остануться с друзьями. То есть, молодой человек пытается с вами сохранить связь, пытается как-то отношения удержать, да. А вы сжигаете все мозги и спрашиваете его, а зачем? Он говорит, это мое решение. И еще он сказал, что у него нет чувств специально, чтобы расстаться. Ну, видите, то есть у вас такие отношения в некоторой степени созависимых, получается. то есть вы прослеживаете его, он прослеживает вас, вы пытаетесь что-ли получить от него, пытаетесь что-ли получить от вас, и в итоге, в итоге каждый забывает о своей ответственности, ну, собственной. Вот. Это не есть хорошо, безусловно. Вот. Поэтому тут, ну, надо обязательно разбираться. Почему так? Как так получилось? И так далее. Потому что вот то, что происходит, это ненормально. Потом, говорю про то, что давно хотелось прекратить отношения, но мы мирились, и было все сначала. Но это он всегда сам начинал отношения. А вы? Где вы были? Вы не хотели отношения? Если так, то зачем-то позволяли ему? Если хотели, то где ваша ответственность за это? За то, что вы хотели? Так, он сам, так, только один раз, последний я предложил помириться, но только потому, что от него была инициатива, и он сам этого хотел. Ну, вот видите, опять, у вас нигде нет, нет вашей инициативы, нет вашей позиции. Вот. Он сам звонил, писал, предлагал встретиться, спрашивал, обнали я и тогда. Не хотел бы, ничего не было. Ну, вот видите, вы это представляете как обравдание себе, обравдание своему, ну, своей позиции. Но в действительности, в действительности, в действительности, на самом деле, это всего-навсего, как бы, защита у вас. То есть, это ненормально в здоровых отношениях, здоровых отношениях, что ответственность несет только один человек. Вот. Это ненормально. Потому что еще есть вы, и простите, ну, как бы, вы тоже ответственны за отношения. А у меня складывается такое ощущение, что никакой ответственности у вас нет. Вот, и все только мужчина. Мужчина только во всем виноват. Вот. Когда человеку плевать, он не обещается, он не звонит, не пишет, не приходит. Откуда вы это знаете? Откуда вы это знаете? Почему так? Считайте, считайте. С чего вы взяли, что так? Просто терминский конец, нет. Но это по-вашему. Это по-вашему. Люди разные. И точки зрения у них разных. И позиции у них разных. Вы не принимаете человека? Этого мужчину. И, вероятно, никогда не принимали. Поэтому, такое отношение у вас к нему. Потому что вы судите, ну вот, вы судите по себе в этой ситуации. А не по себе нужно судить на самом деле, а по другому человеку. Что для другого человека актуально. Понимаете? Нельзя судить по себе. А вы это делаете. И я полагаю, что, ну вот, почему-то мне так кажется, что так было всегда. Так было всегда. Вначале. Вот, ну, прямо вот с начала ваших отношений. Так было всегда. То есть, вы всегда судили по себе. И человека пытались именно под свои рамки, под своё восприятие, ну, как бы, прогнуть. Ну, и вопрос к вам. Справедливо это или нет? Правильно это или нет? Дальше. Я сама не чувствую того, что безразлично ему, или что нету чувств. А что вы чувствуете? Что хотите? Такое ощущение, как будто он расстаётся, чтобы пойти с кем-то погулять и вернуться. Значит, ему чего-то не хватает. Подумайте, чего ему не хватает. Или, может, я придумываю, и на самом деле ему плевать. Нет, ему не плевать, это точно. Ну, зачем тогда кричать в спину, давай будем друзьями, и не просто формально, а общаться, как всегда, столько без отношений. Ну, потому что вы ему дороги, как человек, и он не хочет вас терять просто как человека. Что, не может такого быть? Может, это от жалости, всё, к вам, от чувства превосходства над вами, от желания быть, ну, как бы, лучше, от желания показать себе, что он выше вас, не думаю. Сказал ещё, что чувства угасли, так бывает у него, но когда он это говорил, он повернулся спиной. Ну, это ничего не значит, абсолютно. Может, он от жалости ко мне так говорил, то, что я плакал? Плакал. Непонятно. Может, это он от жалости ко мне так говорил, то, что я плакал? Непонятно. Непонятно, что вы даже не написали. Это уже всё, конец. Нет, это не конец. Если вы своё поведение не применяете к мужчине, не сделайте своё отношение к нему более ярко выраженным, не примите именно свою ответственность в этих отношениях, и если вы не будете по-другому к мужчине относиться, то да, это конец. Потому что ему не нравится, что только от него зависит всё вот это. Так, ещё я плакал, сидел, а он говорит с улыбкой, всё, равно потом помиримся, я вот даже в каком смысле, он начинает опять скрипать и кричит, что не хочет отношения. Зачем тогда так говорить? Ну вот, мне кажется, что вы давите на него сын, то есть вы его преследователь, треугольных картонах изучите, да, есть такое понятие, как преследователь, да. Вот вы его преследователь. Совершенно вам нужно. Ну вот. Мы его изначально любили за отношения к себе, да. Вот. И, соответственно, почему? Ну, потому что вам это нужно. Вам это нужно. Было. И сейчас, на самом деле, нужно, в принципе, тоже. Ведь ничего не изменилось, да. Вам как было нужен, так он, ну, как бы и осталось для того. Только вы там сами, что готовы сделать для этого. Ну, для того, чтобы поддерживать связь с человеком, который вам, ну, нужен вроде как. Почему он должен быть слабым вообще? Понимаете, какой момент. Чтобы дать надежду и шалости, или он так думает. Он, скорее всего, действительно так думает. Это вы, вы дали ему понять, что это возможно. Так. Вот. Отношения выстраиваются с вами. Когда нету чувств, люди расстаются и все. Жестоко, холодно, цинично, не давая никаких надежд и не оставляя никаких путей для общения. Ну, опять же, откуда вы это все по себе судите? Откуда такая информация, откуда такая стереотипность мышления? Откуда, откуда это все? Вот. Почему вы, значит, говорите все? А главное, почему вы все это приносите на другого человека? То, что вы говорите, это неправильно, это деструктивная модель окончания отношения. Так расходятся психически незрелые люди. И это не очень важно, но я не собираюсь его возвращать. Предложения, друзья, мы не принимаем. Почему? Потерять, значит, потерять. Я хочу разложить себе голочку, чтобы оставить все свои чувства, эмоции в этих буквах и забыть навсегда. Вы не забудете его, потому что это невозможно. И, надеюсь, вы не убьете сейчас, потому что это тоже невозможно. Вам нужно изменить отношения к тому, что происходит. Понять себя. Подкорректировать свое поведение. Более осознанно действовать. Тогда вы сможете больше в такую ситуацию не попадать. И постепенно чувства уйдут. Но это не произойдет навсегда. Невозможно забыть. Поэтому даже не пытайтесь. Только время обратите взрыв. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.